Дамы и господа, мы продолжаем против позиции. Так. Стоп, у нас радостник. Ферзь H5 тут выигрывает. Ну ладно. Ничего страшного. Стоп, мы вот оставим эту идею Ферзь H5. Вот таким вот путём. А нет, сначала нужно защитить пункт G4. G5 неплохая идея. Почему? Ферзь H5. Король D7. Ну да. Так, ну король D7. Ну да. Зачем? Ну мне кажется, король C6 надо играть, чтобы защищать на D5. Ну да, согласен. Король C6 это обязательный ход. Да. Так, ну... Е6 или слон? Некто же слон Е6. Слон Е6. По своей тупости этому ходу нет равных. Так, напали. Ну просто на коне в 6. Ну тогда у слона с какой-то рядой. Двойной, да. Я думаю, что... Я думаю, что нам надо играть... Так, слон F7. С идеей на ЛДЖ-8, конь F6. А как мы его еще и поймаем? И на слон G5 конь D7. А, он дает шарф, но это ничего страшного. Может быть, B5 стал с идеей, король B7? Не знаю. Он пытается выигрывать ферзя. Это обидно. У него хороший шанс это сделать. Ну, видимо, нужно играть... Коин D7... Коин D7... Коин D7, да? Да... Ну ладно, Коин D7. Пусть будет слон D7, ферзи 7, слон Е8, ферзи 4. Но там, к сожалению, более скучно играет. Здесь мы еще и поддержим его, мне кажется, да, Никита? Не, ну, сейчас уже через 6. Ну, ничего страшного. Будем играть, значит, с другими идеями. Шахматы, вера, идейные. То есть, не нужно ребят учить дебют. Нужно поднимать свои идеи. Отличный плат. Особенно в классических партиях. Особенно в классических партиях. Да. Так, ну вот... Собяна, если бы Банамас Коупер так сыграл, я думаю, все будем видеть. Вот, может быть... Какой у нас план? А5. Идея короля с ЛП5 и А4. Так, ну это... Захотели у нас коня поменять. Не хочется менять фигуры. А, победа. Мы включим ладьон. Заберем на Ж2. Все фигуры заиграют. Как ты относишься к этой партии? К этой партии? Нига. По-моему, Мария в одной же степени. Я поймал. Он поймался? О. Да. Вот видите, ребята. Всегда нужно искать свои идеи. Да, и соперники будут зевать вам ферзей. Определенно. Так, ну, теперь наш план какой? Теперь наш план... Король А6, Б5. Вот он, наш план. Нет. Наш план съесть пешку. Ладей Ф1? Съесть пешку. Как? Другая ладья Ф1. Все, съесть пешку. С этим планом невозможно бороться. Наш пирог. Даже пытаться достал. И Е3. И Ферзер 2. Съесть пешку. Ну да. Ставить определенные задачи перед собой нужно. Так, ну какие-то подрывы. Но мы съедим пешку. А куда вот деда... А, вот. Ну да, бешок. Коин Д3 интересный. Ресурс. А на король Д2 что запланировано? Король Д2 подбыл. А, убедно. А, убедно. Теперь поезд на 3. 5 фигур на этой диагонали. Давай короля... А, короля, к сожалению, на Ж6 нельзя подвести пока. Можно 2,7. Он все-таки изгоняет оттуда. Ничего не поделаешь. Я опять на качество дать Ферзер 2 играть позицию сам за большим количеством пеш. Может быть, просто выиграть по этой партии? Наконец-то уже. Может быть. По-моему, мы давно не выигрывали в камбэках. Мы вообще давно не выигрывали. Да, но у нас отличная проходная. 5. 5. У нас тут 5 отличных проходных. Д4. Усиливаем позицию. Ко нему, кстати, видимо, некуда уходить. Вот, мне кажется, и Ферзь, кони в этой партии, появлялись абсолютно случайно. Да. Так, да, вот. Жертвы фигуры. Реинальная жертва. Мы нападаем на ладью. Сейчас нам ее зевнут. Нет. Пешки идут вперед. Добавь минуту. Добавь минуту. Сейчас, смотри, мы играем А4, чтобы у нас было больше проходных. А вот он не хочет, к сожалению. Просто на Е4 туда. Ладья, увидим С5. Мощный пешечный центр. Смотри, у нас фаланга пошла. И вот они. Накатывают ребята. Съедаем еще одну, чтобы надо. Даем шаг. И идем вперед. Белый ладья, конечно. Сейчас они дают шаг. Что очень важно. Да, мы на всякий случай отдаем Ферзя, чтобы не попасть под... Знаю, что... И так. И идем вперед. Мы не превращаемся в Ферзи, потому что это слишком скучно. И сейчас мы будем испытывать боль от жуткого количества шагов. Нет, и сейчас нам пора давать мат еще, ну, посрочим время. Ладно, съешь до ладью, там уже точно мат дашь. Дашь двумя Ферзями мат? Или мне это сделать? Заметь, у меня, кстати, есть... Появился автоферз. Это выручило нас сейчас. Это предусмотрительность, то есть. Всем спасибо за внимание.